Коллегию Министерства образования даже в 2021 году приходится проводить в онлайн-формате. Пандемия не позволяет собраться педагогам и чиновникам в большом зале. Говорят о первых итогах учебного года, который получился очень трудным. Временно исполняющий обязанности министра образования Елена Солдатова спешит сообщить, что ведомство решило делать с дистанционным обучением. В Министерство образования региона продолжают поступать вопросы родителей о том, что планируется полный переход на дистанцию. Это не так. Но владение дистанционными технологиями нам необходимо. Отдельно обсуждают нацпроект образования, его исполнение и финансирование. Задачи национального проекта просты. Инфраструктура, содержание и кадры. По инфраструктуре достаточно сказать, что только в 2020 году в Мордовии построили и отремонтировали несколько школ. Запустили проект о дополнительном образовании. Приятной неожиданностью стало то, насколько популярны детские технопарки в сельских школах Мордовии. Более 2000 сельских школьников Мордовии в 2020 году освоили шлем виртуальной реальности, научились работать на 3D-принтере и лазерно-гравиновальном станке. Один из ключевых приоритетов нацпроекта образования – сделать так, чтобы в каждой школе были комфортные условия для школьников – быстрый интернет и самое современное оснащение. Не важно, где живет ребенок – в большом городе или маленьком селе – качественное образование должно быть везде. К 2024 году должны обеспечить высокоскоростной интернет, в том числе с использованием внутренних сетей Wi-Fi, в 100% зданий образовательных организаций. А вот с учителями в регионе – проблема. Минобразование признает средний возраст педагогов в Мордовии – пенсионный и предпенсионный. В среднем по региону доля предработников пенсионного возраста составляет 43%. Самые возрастные предколлективы – в Атюревском, Ордатовском, Отяшевском, Лямберском, Зубово-Полянском, Чалповском, Розаевском районе, к сожалению, в Саранске. Вся надежда на новый закон, который позволит студентам, начиная с четвертого курса, вести уроки в школе. Это поможет и студентам войти в профессию и позволит привлечь молодых в педагогику. Также в рамках нацпроекта со следующего года в сельские школы начнутся поставки современных, естественно, научных и физико-математических лабораторий. Юлия Пурнова, Игорь Гангаев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова